теперь что касается грузии в грузии сожалению очень тяжелые сейчас кадры оттуда поступают мы вы наверное все видели эти кадры как избиваются протестующие лежачего одного из одного из протестующих который видимо либо от действия слезоточивого газа либо либо его до этого повели не знаем он лежит на земле на тротуаре и сверху из какого-то окна человек снимает и к нему подходит полицейский сначала один бьет его пяткой в голову в лицо затем следом следующий подходит из левой ноги прямо на отмашь дает ему в лицо ногой и в общем вырубает его и к сожалению эти это насилие против протестующих она не ведет к деэскалации ситуации наоборот эскалируется с каждым днем если вкратце объяснить что там происходит в грузии прошли парламентские выборы на которых официально победила правящая партия грузинская мечта но оппозиция не признала эти выборы и помимо оппозиции мировну в мире тот же европейский союз допустим тоже призвал к новым выбором то есть там очень много вопросов как я понял как не будет и видимо ночь начали оказывать давление на грузинскую власть а тут что немаловажно президент страны он находится в оппозиции она находится в оппозиции к этой правящей партии грузинская мечта и она наоборот выступила на стороне протестующих и видимо когда запад в частности европейский союз начал оказывать давление на действующую власть за вчера по моему премьер-министр грузии заявил что до 2028 года приостанавливаются вообще все переговоры о вступлении европейский союз и до 2028 года грузия отказывается от всех грантов то есть от любой финансовой помощи со стороны европейского союза ну и именно это и и стала таким главным триггером тому чтобы тысячи десятки тысяч людей вышли на улице и начали просто устроить баррикады и требовать свержения отставки действующего правительства те подогнали власть подогнала водометы резиновые пули протестующие начали из фейерверков обстреливать в общем противостояние там очень такое серьезно но ожидать иного и не стоило на самом деле потому что а то что заявил премьер-министр грузии это на самом деле это это кстати у меня это напомнило слова путина который говорил что не будет никакого нападения на украину никогда не будем воевать с украиной никогда мы не будем собирать крым но потом наглую забрал крым и сейчас они будут в украине точно также слова путина о том что пенсионный возраст никогда подниматься не будет при его власти пенсионный возраст не поднимут на тебе пенсионный возраст поднимает то же самое исправление в конституцию при нем не будет опять таки сделано вот здесь это нечто подобное дело том что с самого начала то есть с революции роз как когда саакашвили пришел к власти в начале нулевых вот с этих с этого момента курс на вступление в европейский союз то есть евро атлантический курс страны это это было самым то есть это основополагающие условия любая власть и за акашвили и затем сменившая за акашвили грузинская мечта выносила это в самые основы своей своей стратегии то есть грузинская грузинский народ выбирал тех или этих обязательно опираясь на то что они будут ввести их европейский союз евроатлантическая интеграция члены нато то есть это это было прямо вот самым важным столпом грузинского государства на протяжении последних 20 лет и даже когда грузинскую мечту обвиняли в том что они пророссийские что у них во главе находится российский олигарх и они проводят российскую политику они всегда указывали на то что они как как мы можем быть пророссийскими если мы самое главное главный наш столб это европа это вступление в европейский союз и вот вы представляете сегодня открытым текстом если причем после только прошедших выборов и очень спорных выборов если пример министр говорит а все ребята до двадцать восьмого года мы вообще никаких переговоров выступлений вес не ведем никаких денег не брать не будем естественно это очень серьезный разворот и те кто вышли против власти они говорят о том что это разворот в сторону россии но справедливости ради надо сказать я говорил раз общался с некоторыми грузинами которые допустим не видят в этом разворот в сторону россии и они по сути поддерживают эту грузинскую мечту и их обоснования они говорят что мы как страна независимая мы не не позволим никому диктовать нам условия не россии не европейскому союзу не запада а сейчас нам именно начали диктовать условия и якобы и грузинская мечта она проводит не пророссийскую политику а независимую политику то есть они они действительно хотели бы быть частью европейского союза но на правах полноценных игроков то есть полноценных членов европейского союза они так что что им диктуют условия и там в качестве в качестве помощи гуманитарной их якобы вводят европейский союз поэтому мало не проводят такую политику я не будучи не гражданином грузии я не буду конечно здесь начата сторону вставать и это дело грузин они сами без нас разберутся я просто в целом хочу ввести в курс дела как там как обстоят дела ну наверное если посмотреть какие страны на чьей стороне а большинство делают именно из этого вывод если на стороне протестующих европа и западные страны а на стороне действующей власти находится россия то значит тут дом много думать и не надо значит за ними стоит россия за этими стоит европейский союз но конечно такое возможно не можем исключать но в то же время мы не можем исключать что самом деле от того что допустим россия одобряет действие есть действие власти это не значит что она за ними стоит и они на нее работу хотя это конечно и этого и не исключает в общем события там сейчас развиваются и мне удалось пока решить проблему с протестами правительство не хочет назначать новые выборы за новые выборы требует новых выборов также и президент страны а это видите очень важный момент когда когда президент страны занимает позицию протестующих то это уже не просто протестующие за ними стоит избранный президент в чьей легитимности вообще нет никаких сомнений если в легитимности действующего правительства есть сомнения и эти протестующие не согласны допустим они говорят что нет вы не являетесь правительством вы не избраны вы сфальсифицировали мы вас не признаем то с президентом нет никаких вопросов и и той протестующие понятно и признают на йота признают и власти потому что они тоже никогда не оспаривали ее легитимность и это дает очень серьезный очень серьезное преимущество протестующим потому что получается на их стороне президент легитимный президент чей легитимности нет сомнения и никто ее не оспаривает не мир не протестующий не сама власть грузии понимаете насколько это мощный козырь на стороне протестующих в отличие от власти чего легитимность ставит под сомнение не только народ протестующий но и целый ряд западных стран поэтому в этом в этом противостоянии вполне возможно что протестующие одержит победу потому что на их стороне реально есть очень серьезные силы в общем как и в случае сирии тоже будем наблюдать анализировать и освещать иншаллах